Всем привет! Сегодня я хочу написать такое видео и поговорить немножечко про маски. Всем известно, что сейчас прямо принуждают носить маски. Ну, как бы говорят, что в общественных местах, где много народу, но на самом деле, в общем-то, могут придраться в любом месте. И оштрафовать. В Эстонии штраф вроде бы 9600 евро, но я что-то вообще прямо не верю этому. И хочу вот немножечко про маски рассказать. Я лично раньше пользовалась медицинскими масками, я покупала в аптеке, когда они стоили еще там какие-то центы, копейки. И даже одну там ее невозможно было купить, вот столько она стоила какие-то, вот не помню сколько центов. Сейчас все знают маски дорогие. И в России, и в Европе везде маски дорогие. Но что я хочу сказать? Не сказать, а показать, какие маски продавались раньше и какие маски продаются сейчас. Какие маски раньше были? Ну, я так покупала иногда вот что-то, или там убираешь что-то, или средства сильно, сильный запах. И как бы я для этого покупала маску. Ну, иногда одевала. Вот что хочу я вам показать. Маску, которая у меня была куплена давно. Она вот у меня новая. Вот эта медицинская маска, вот самая такая вот, ну, как бы настоящая вот резиночки. Вот здесь вот у меня вот даже тянутся на ушках. Вот здесь также есть перекладинка. Вот она сгибается. Так. Вот здесь она расширяется. Она, это у меня новая не использована. И вот она такая, здесь даже что-то написано, какая-то фирма или что. И вот этой стороной она одевалась. Все понятно, какой стороной одевать и носить. Легкая, такая гладкая, дышащая. Ну, я представлю, да, очень даже хорошо через нее дышать. Какие сейчас маски? Вот какие сейчас маски? Через ту я могла легко дышать. Вот какие сейчас маски. Я через такую маску не могу дышать. Это какие-то маски, как будто из портяночного материала. Из такого материала только делают портянки. Вот они вот такие. Они уже такие. Вот такие маски, резиночки. И они такие постоянно, все время разные. Вот по сравнению с этой, эта маска гладкая. А эти, как будто ворсиночки. И вот я, например, когда ношу эту маску, у меня потом на лице такие появляются красные пятна. И прямо чешутся. Ну, как аллергия. И когда я в этой маске, у меня сразу начинает горло першить. Прям хочется это сделать. И прямо и насморк кажется какой-то. Вот, в общем. И вот эта маска старая, она мне как-то больше доверия внушает. И больше она в условиях, может, гигиеничных более сделана в условиях. А вот эти, как если смотреть по телевизору, как их делают, как их упаковывают, там шьют. И потом мы это прислоняем к лицу. Это, конечно, я думаю, что вредно. А сегодня я даже прочитала статью, что... Ну, это давно было, в общем-то, ясно, что отношения масок к пользе особой нет. Но будут новые болезни. А сегодня я прочитала, что если постоянно ходить в маске в рабочее время, то это очень влияет на зрение. Маска вверху. Вот мы ее вот так к носу прикрепляем. И если она у нас как бы отходит, и чуть-чуть получается... Мы глазами эту маску даже видим. То глазам, я не могу так точно по-медицински рассказать, вот ни воздух там не поступает, ни свет там загораживается. И, в общем-то, у людей теряется зрение. И появится не то, чтобы там какие-то болезни, какие уже есть, но еще даже какие-то новые глазные болезни. Я просто говорю простыми словами, не медицинскими, так как я не медик. Но высказываю свое личное мнение. Так что имейте в виду, носите маску правильно, иначе от нее будет только вред для здоровья. Желаю всем крепкого здоровья, и чтобы закончилась побыстрее вот эта пандемия, и вот этот бизнес на масках. Вот их уже, наверное, теперь все шьют, шьют, а теперь еще и с тканей шьют, маски. Вот, это как бы новые бизнесы. Все, всем пока-пока, не теряйтесь, тоже шейте и продавайте, если остались без работы. Все, всем пока-пока.